Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялся очередной прием жителей в формате выездной администрации. На этот раз в видновской школе номер 7. Хочу вам отдать. Как мы и договаривались, спасибо. Презентацию, да. В микрорайоне пригород Лесное продолжается строительство детского сада на 360 мест. У нас монтируются теневые навесы, идет полным ходом подготовка под озеленение. Видное с рабочим визитом посетил заместитель председателя общественной палаты Московской области Евгений Мартынов. Обратите внимание, главные врачи нас встречают, они рассказывают, они делятся. Для того, чтобы местные жители могли напрямую задать свои вопросы главе муниципалитета, его заместителям и руководителям профильных служб, был придуман формат выездной администрации. Очередное мероприятие прошло в 7-й видновской школе. Посетила его и наша съемочная группа. Здравствуйте. Выездная администрация со временем отходит от формата строгого мероприятия и все больше напоминает встречу добрых друзей. Многие местные жители, получив помощь в решении одних вопросов, вновь приходят с уже другими просьбами. И спектр их весьма широк. У нас за домом находится остановка. На остановке имеется палатка. Там мало того, что они шаурму делают, сами пекут и беляши и все остальное. Поэтому нам бы хотя бы провести проверку по пожаробезопасности. Пожарного надзора, да? У нас вода скапливается. И получается, здесь у нас вода стоит. А коли это земли города, тогда и водосток должен делать город. Естественно, многие ждут, что в опросах решится как по мановению волшебной палочки, что не всегда возможно. А потому заместителям главы часто приходится терпеливо объяснять людям юридические тонкости. Есть определенный пакет документов, который обязательно должен быть. И вот их всего, по сути, два серьезных. Это протокол общего собрания со всеми необходимыми вопросами. И второе заключение специализированной организации. Мы включаем такие дороги в реестр бесхозных дорог. И когда эта дорога попадает в соответствующий реестр, мы уже имеем законное право обслуживать эту дорогу. МДС после перехода из одной системы налогоблажения в другой должен платиться. И вот эти 20% плюс прибыль, они должны быть включены в тариф. Лидия Ивановна Пеганова пришла на выездную администрацию не с просьбой, а с благодарностью. У дома номер 3 по проспекту Ленинского комсомола возвели незаконную постройку. Благодаря усилиям общественников, депутатов и руководства муниципалитета, правда, восторжествовала. А в актовом зале школы уже собираются те, кто пришел задать свои вопросы лично главе Ленинского округа Станиславу Карлова. Это общение традиционно проходит во второй части выездной администрации. Добрый день, уважаемые жители. Мы сегодня с вами находимся здесь, в этой локации, про которую нас просили наши жители. Вопросов было много по сосенкам. Да, Елена? Я думаю, что сегодня мы много чего обсудим по сосенкам. В начале выступления Станислав Катров поднимает темы, которые волнуют местных жителей больше всего. В пятом микрорайоне это реконструкция сквера сосенки. Мы визуально разделили на эти две очереди. Первую и вторую. На сегодняшний день мы понимаем, что необходимо дополнительное обследование, разработка концепции по благоустройству именно второй очереди. Понятно, что понятные опасения наших жителей, как бы туда пай какой-нибудь, кто-нибудь не успел поставить очередной раз. Мы, естественно, этого не допустим. Тему продолжили в диалоге с представителем инициативной группы местных жителей. К Станиславу Катрову присоединилась Елена Борежа. Хочу вам отдать презентацию первой части сосенок, а вторую часть сосенок мы, соответственно, вместе уже обсудим. У нас сквер сосенки откадастрирован. Если можно, картинку выйдите, пожалуйста. Про вторую часть имел в виду. У нас все откадастрировано. Хорошо. Все под контролем. Сквер сосенки защищен. Это я вам сто процентов говорю. Обсудили не только вопросы реконструкции сквера, но и установку мафов, проведение мероприятий для детей и взрослых, возможность благоустроить прилегающую территорию. Переход вот здесь, за магазином АТАК. Здесь будет пандус для колясок, ступеньки будут. И вот здесь планируется размещение туалета, в том числе для инвалидов. Я думаю, что коллеги отрабатывают этот момент. Да, спасибо. Я все равно держу на контроле. Сейчас же нужно сделать новую схему. Будет пройти через МВК на правительстве Московской области и сделать перераспределение этого земельного участка, даже несмотря на то, что он в муниципальной собственности. Естественно, темой сквера общение не ограничилась. В режиме диалога Станислав Катаров ответил на несколько других вопросов местных жителей. Вопрос по поводу транспорта общественного. 489 маршрут, 471, который на расторгуй выходит. Их не дождаться. Действительно, сейчас проблема есть, о которой вы говорите. Мы на этой неделе, в четверг, встречаемся с МОСТ «Трансавто» в первых лицах. Дмитрий Александрович Абаленов приезжает, соответственно, со своими коллегами. И будем все эти вопросы принципиально обсуждать. Есть проблематика с старой техникой, есть проблематика с переходом от тран-транса в МОСТ «Трансавто». Знаете эту историю. Я думаю, что до конца года эту проблематику совместно с правительством Московской области, с руководством МОСТ «Трансавто» мы постараемся снять. Напомним, что встречи с жителями в формате выездной администрации проходят каждую неделю. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В микрорайоне пригород «Лесное» продолжается строительство детского сада на 360 мест. На данный момент производится внутренняя отделка помещений и подготовка территории к благоустройству. Строительство детского сада в микрорайоне пригород «Лесное» началось в январе 2023 года. За это время были полностью завершены работы по возведению монолитных конструкций, произведен монтаж окон, наружных и внутренних витражей и кровли. Сейчас полным ходом идут у нас отделочные работы, пищеблок. Оборудование уже смонтировано. Деток здесь будут кормить, соответственно, готовить. У них есть грузовой лифт на 100 килограмм, где они смогут эту пищу поднимать. Детский сад рассчитан на 360 мест. 15 групп для детей от 3 до 7 лет. Здание трехэтажное. Его площадь составляет 4800 квадратных метров. В настоящий момент идут работы по благоустройству территории. У нас монтируются теневые навесы. Идет полным ходом подготовка под озеленение. Это будет у нас рулонный газон, деревья, кусты. Соответственно, на площадке, на которой мы сами находимся, здесь у нас будет резиновое покрытие, где детки могут играть. У них здесь будет все оснащение. Завершение всех работ запланировано на конец текущего года. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видное с рабочим визитом приехал заместитель председателя общественной палаты Московской области Евгений Мартынов. Он посетил учреждение здравоохранения и проверил удобство получения медицинских услуг. В рамках общественного контроля заместитель председателя общественной палаты Московской области Евгений Мартынов вместе с главным врачом Видновской клинической больницы Бутаем-Бутаевым посетили медицинские объекты на территории округа. Так, в жилом комплексе «Первый квартал» есть отделение обслуживания вызовов врачей на дом. В одну машину можно посадить двоих или троих специалистов, которые выезжают в какой-то жилой комплекс большой, где много вызов, и они распределяются по вызовам, а потом садятся в машину и выживают. Отделение укомплектовано современным оборудованием. Здесь же находится колл-центр. Диспетчеры оперативно в электронном формате ведут учет пациентов. И туда же падают, каждый день падают все вызова. Потом они распределяются по зонам. У нас бригада ездит по зонам. Они не обязательно возвращаются сюда, они в своей зоне в онлайне получают вызова, и там же их обслуживают, чтобы это было быстро. Для удобства пациентов планируется внедрение практики СМС-уведомления о принятии вызова и времени прихода врача. Подмосковье как раз показывает вот эти вот практики, подходы. Обратите внимание, главные врачи нас встречают, они рассказывают, они делятся, они испытывают гордость за то, что получилось. Это очень круто. Это говорит о том, что медицина развивается не на бумаге, а на деле. Следующий пункт – детская поликлиника. В здании находится отделение спортивной медицины для прохождения осмотра узкими специалистами для оформления допуска на участие в соревнованиях. Отдельная электронная запись и организация кабинетов позволяет ребенку пройти весь осмотр за два часа. Мы на самом деле очень стараемся многое внедрить, все новое, полезное. И естественно, когда у нас имеется такое взаимодействие с общественной палатой, это называется, конечно, контроль, но здесь больше, наверное, все-таки такие вот отношения, профессиональные отношения, которые нам позволяют совместно с общественной палатой и нашему учреждению, разъяснять нашим пациентам и давать им все то самое необходимое, которым они нуждаются. Именно в Подмосковье появился федеральный проект «Здравконтроль», который сейчас работает уже в 50 регионах страны. Посещение общественниками социальных учреждений, системы чатов и обратная связь с жителями важна на всех уровнях. Мы все живем по всему Ленинскому округу. Мы знаем проблематику каждого ЖК, практически каждого дома. И мы видим, как проблемы озвучиваются, и наблюдаем и контролируем процесс их решения. Мы всегда на стороне жителей. 21 июня во Дворце спорта «Видное» пройдет объединенный форум для Ленинского и Домодедовского городских округов. Евгений Мартынов проверил готовность площадки для проведения форума гражданской активности, где будут освещаться вопросы здравоохранения и социального обслуживания граждан. Дмитрий Книга, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, «Видное ТВ». По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева сотрудники администрации Ленинского городского округа урегулировали вопрос, который касается незаконного строительства зданий вдоль федеральной автомобильной дороги М4 Дон. По адресу улица Донбасская, 75, демонтируют складское помещение. Скоро рабочие приступят к сносу автосервиса и кафе. Была проведена встреча с собственником земельного участка, с собственником этого объекта. Было предложено два решения. Добровольный демонтаж, либо принудительный демонтаж на основании судебного решения. В данном случае собственникам было принято решение о добровольном демонтаже. С собственником была подписана дорожная карта по приведению территории в надлежащий вид и приведению в первоначальное состояние со сносом данного объекта. Территорию приведут в порядок до 1 сентября текущего года. На этом месте планируют сделать парковку для автомобилей, что улучшит дорожно-транспортную инфраструктуру вдоль федеральной трассы. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Придорожная торговля» сотрудниками ОМВД России по Ленинскому городскому округу совместно с сотрудниками администрации и инспектором 24-го территориального отдела Главного управления содержания территории Московской области проверили торговые точки, расположенные вдоль автомобильной дороги по Володарскому шоссе. Цель данного мероприятия – выявление объектов придорожного сервиса и временных торговых точек, продающих некачественный товар. Пресечение фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии. В результате данного рейда выявлены рекламные конструкции, размещенные на знаках дорожного движения и вдоль проезжей части, которые ограничивали обзор дороги водителям транспортных средств. Данные недостатки устранены на месте. Фактов несанкционированной торговли и отсутствия разрешающих документов выявлено не было. Открытие летнего сезона широко отметили в деревне Сопронова. В первом квартале гостей ждали интерактивная программа, шоу и концерт. На праздники для всей семьи побывала Инга Янчук. В первом квартале раздавался детский смех и доносилась ритмичная музыка. Здесь компания «Брусника» организовала праздник для детей и взрослых. Мастер-классы, интерактивная программа, конкурсы, а вечером гостей ожидали шоу-программа и концерт. Хотим, чтобы у людей формировалась культура добрососедства. Поэтому в этих мероприятиях нам очень часто помогает соседский центр, который работает постоянно на территории. Хотим вот в этом нашем празднике объединить, получается, и для детей, и для взрослых, чтобы всем было интересно и весело проживать в нашем проекте. Праздник стал для жителей, а также для гостей первого квартала возможностью познакомиться и провести вместе время за играми. Подобные мероприятия позволяют людям сблизиться и приобрести новых друзей среди своих соседей. Здесь весь город аккумулируется. Мы зачастую живем в своих клетушечках, никого не знаем, нам ничего не интересно. А вот именно мероприятия, которые «Брусника» и соседский центр организовывают, и помогают узнать друг друга. Между прочим, я открою секрет, здесь даже иногда знакомятся, и получаются новые семьи. Много желающих было принять участие в мастер-классах, причем в самых нестандартных. К примеру, здесь можно было научиться оказывать первую помощь. Долгое пребывание на солнце, тепловой удар, потеря сознания. Человеку срочно требуется доврачебная помощь. Навыки, которые позволяют оказывать ее в короткий срок, необходимы каждому. Роль пострадавшего на мастер-классе взял на себя Дмитрий Белицкий. В первом квартале компания «Брусника» открыла отделение вызовов врачей на дом. Оно позволяет сократить время прибытия медицинских бригад к жителям и оказать помощь людям, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить врача. Во время мастер-класса детей познакомили с оборудованием, которое находится в отделении. Смотри, открой, вот это мерчатка. Видишь, вот мерчатка. Почти меня? Почти меня. Да, ну попробуй. Помимо разнообразных мастер-классов, здесь совершенно бесплатно можно было приобрести прохладительные напитки, а также попкорн. Готовились, чтобы придем что-то будем покупать на мороженое детям. Все бесплатно, все очень вкусно. Отличное мероприятие, очень нравится. Главное, детям очень понравилось мероприятие. Просто в полном восторге. Большое спасибо нашей управляющей компании, социальскому центру и застройщику брусника. Для гостей также было организовано велошоу. Спортсмены не только продемонстрировали ловкое управление велосипедом, но и провели захватывающий интерактив. Да! Ну они же профессионалы, они бы не вызвали просто так, если бы они только учились, правильно? Поэтому надо доверять. Я привык доверять людям. В завершении вечера на сцене выступили танцевальные коллективы, среди которых был Тодес. Инга Янчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова